Вам дал запись. Насчет Моффета, да, что-то говорили, интересно? Моффет, да. Моффет, да? Моффет, да. А по-русски Моффет, по-моему, говорят. Да, точно, по-русски я все время слышу Моффет. А на явлите, наверное, Моффет. Так что... Так отключите, а что? Пусть... Сейчас уже... Интересные вещи, говоря, может... Ну, Александр, ну, хорошо. Это не играет. Нам наоборот, ему интересно будет, он услышит. И мы повторим еще. Но чуть-чуть по-другому. Он придет. Так что такое Моффет? Ну, в смысле, он есть, это понятно. Это школьная система. Да. Которая от русскоговорящих, о, Александр. Появился. Я Александру тоже сразу даю добрый вечер право записи. Алоу-рекорд, да. Вот. Уже вы можете пробовать и включать. Получилось, да? Я включаю. О, все, у вас уже включилось. Сегодня мы все при записи. Ну, вот, коронавирус свирепствует. И я на своем фейсбуке, кстати... Может, кто-то из вас видел, а кто-то и нет. Оно, если мне удастся отширить. Очень важный слайд. Он такой, совсем короткий. Сейчас, сейчас, скрин. Вот, я его показываю. Вы его видите, да? Да. Наконец-то я понял. Вкратце, основные места. То, что вы прислали. Ну, то, что я... А, я вам по почте тоже прислал. И я считаю... И это не просто я выдумал, а это статья вот в каком-то там интернет-источнике вот на иврите. Она поднимется, я надеюсь. Вот табличка на иврите, если вы видите, да? Вот теперь я вам расскажу, как вуалировать действительность с помощью манипуляции. Даже не манипуляции, а прислали. Первую строку просто. Выкинуть первую строку. Ну, понятно. Значит, это для тех, кто на иврите не читает. Первая строка, они указывают, что 67% людей заражаются дома. И это вполне может быть правдой. Потому что если человек из школы или ресторана принес вирус, то дома он с большой вероятностью просто может всех заразить. Вот. Так если... А дальше мелочевка. Кстати, Масад Хенух, это как по-русски сказать, это не учебное заведение, это учебно-воспитательное или образовательно-воспитательное. Ну, да. То есть туда детские садики тоже могут вполне входить, да? Да. Я по идее, да. Вот. И там всего 9,5%... Ну, ерунда. Главное, дома закрыть, забить, и все остальное... Так вот, я... И вы знаете... И пустить вакурии, нет. Более, в общем, всех пустить, тогда все будет... Ну, да. Всех пустить в школу и в рестораны, дома забить, и вирус кончится. Значит, но я вам скажу удивительную вещь, что даже человеку, который все это понимает, пока он не разделил и не выделил эти цифры, ему все равно мозг с трудом справляется с этими 9,5%. Ну, я не знаю. Поскольку... Совсем плохо о людях думаете. Нет, ну я просто о себе говорю. Куда? Мой мозг плохо справлялся, и я просто взял простую вещь, которую Аарон сказал, что раз 67% дома, за еще оставшиеся 33%, вот я на эти 0,33% разделил и взял просто самые большие разделы. И вдруг, знаете, как в проявитель вот эту фотографию, в проявитель опустил, и вдруг совершенно простая картина, она... А, там еще они завуалировали, а они, грубо говоря, примерно равные доли, залы торжеств, разное... Эро, кстати, еврейское слово Эро. Ну, я написал это как-то... В основном это торжество, хотя это может быть и почетно, и это самое... Как это называется? Какое-то почетное собрание или что-нибудь такое. торжественное собрание. Вот. Так они разделили пополам. То есть, получалось, грубо говоря, 14% торжества, 14% ресторанов, ну, тоже как бы ерунда, да? А вот собираешь место, и картина, ну, абсолютно простая, и просто... Да? И теперь понятно, что никуда далеко идти не надо, потому что вот здесь уже сколько? 72%, наверное, чуть больше, потому что это еще... Ну, порядка 72%. Вот эти три... Ну, синагога, ешива. Кстати, я вам должен сказать, насчет синагоги ешивы, если там 14% заражается, то тут надо признать, что фактор дома уже начинает играть серьезно. потому что религиозные семьи большего размера. А ешива почему не отнести... А потому что там отдельные... А потому что там отдельные... Это я своими словами написал синагогой ешива, а там было, я даже кликну, если какой... Где? Вот. Если кликну, это религиозные... Масад, да. Масад, да. Бейт Кнесет, ешива, Миква. Ну, я надеюсь, что Миква это не такое, не самое... Хотя, может быть. В смысле? По крайней мере, Бейт Кнесет... Почему вы считаете, что Миква это не... Нет, нет. У меня... Я вам честно... Почему ешива не относится как Масад Хенув? Ну, вот так. Наверное, ешива это как более... Ну, вот так они разделили. Что я могу вам сказать? Министерство образования. Это статья, вот где... Где она опубликована? Ротер. Ротер. Где вы тут... Тут столько слов... Ротер. Теряюсь, где... Ротер. А, вы вот эти мелкие буквочки. Это Ротер, да. Ротер. Вот. Потому что... Да-да-да-да-да. Вот она, Ротер. Вот. Так что, вот эта вся... Ну, и понятно, там еще работа после разделения там получилось около 7... 7 процентов. А дальше интересно. Далит Гершаем Рейш, БТ-вод. Это жильцы... БТ-вод может быть Ди-юр или может быть доктор. Я никак не мог... Нет, это Ди-юр, Ди-юр. Это жильцы... Я думал, доктор заражает их. Жильцы... Как они называют? Ну, в общем, те, кто живет БТ-вод. Дома престарелых. Дома престарелых, да. Но... смотреть и все-таки вот эти три главные, но они настолько доминируют, что мы уже понимаем, почему эта тема Академии Хана, учебное заведение, это то, где Израиль отличился от всего мира, да? Дети всего мира пошли на каникулы, а Израиль открыл школы после карантина. Я даже не знаю, в какой-нибудь Европе были ли там летние школы, лагеря или особо не было. Ну вот. По-моему, не было. Это вообще, я считаю, что это вообще, конечно, безобразие, потому что, что это сделали. Потому что, именно за это сейчас все проблемы начались. Конечно. Я, конечно, понимаю, что там, когда мама требует, очень трудно отказать, но для этого существует проект. Ну да, не в смысле мама требует, а хотели мам на работу отправить. Надо сопротивляться все так, вроде не разговаривали. Да. Аарон, кого хуже слышно, меня или Александра? А Алекс почему-то... У Алекс видно дома кто-то еще интернетом пользуется. Не знаю. У него большая семья, слава Богу. Нет, я не знаю, что это... Нет, если бы эти мамы бы не требовали таскать в больские сады, я бы... это не мамы, это начальники мам требовали. А что, меня плохо слышно? Ну, иногда прерываются, ну да, если у вас там ваши домашние смогли бы умерить нагрузку интернета, может быть, мы бы сказали, что у них большая заслуга перед обществом появится. что ли? Вот. Так что, вот эти три статьи, значит, что радует, что хотя бы частично, что уже объявили, да, что после первого сентября только младшие классы, там, первый, второй, третий, я не знаю, или четвертый, сколько первых классов будет в школах, а остальные дистанционные. Я хотел просто отметить, ну, я наблюдал это близко и пытался как-то, даже чуть-чуть, как-то, как это называлось у Кордонского при... Ну, в общем, когда он, когда он пошел на работу в администрации президента России, он сказал, что он работает там и следователем наблюдать. Ему это интересно. вот, я, я вот таким исследователем, наблюдателем работал, то есть, как бы, сталкивался с этим. Проблема была не просто в том, что выглядели детей в учебные заведения, проблема в том, что и не изменили вообще ничего, практически, в системе образования, ничего вот из того, что в капсулах разделения. По-моему, делали, я знаю, что делали. Делали, но очень, очень быстро отказались. А я бы предложил эту тему просто отложить, потому что лучше школы не открывать, а не отдать о том, как их лучше открыть. хорошо, да, ну, давайте, в смысле, давайте, давайте, ясненько. Да, поэтому, ну, ну, вот, ну, понятно, что рестораны, залы торжеств, это все-таки наименее болезненное для общества ограничение, и я очень надеюсь, что в конце концов это сделают. Я не очень уверен, что, вы знаете, если человек там собирается устроить свадьбу, там, на которой там приглашают собраться, поедет там 500 человек. Я знаю, я знаю для него, Александр, для него это жертва, для него это большая жертва, но если он на другую чашу весов положит умерших, он может еще раз подумать, потому что, если говорят, что младшие классы надо открыть, чтобы не было экономической катастрофы, то он пригласил на свадьбу, экономической катастрофы не будет. Он пожертвует, он там на Зуме свадьбу организует, сейчас на Зуме можно очень много красивого и даже встретить родных из других стран, которые вряд ли бы приехали в обычную свадьбу. То есть, вот быть адвокатом человека, которому действительно очень трудно, он там умрет несколько человек, но вот свадьбу мне трудно отменить. все-таки мне кажется, что мы все втроем в другом находимся. Нет, я считаю, нас убеждать не нужно, убеждать нужно именно человек, который собирается организовать. Так мы убеждаем нашим разговором, а что его убеждать? Он действительно так страдает, что готов несколько человек убить, чтобы попраздновать как нужно? В этом смысле, если мы говорим о религиозном секторе общества, к огромному сожалению, просто моему личному огромному сожалению, раввины никак не приняли участие в пропаганде умеренности в проведении торжеств. То есть, точнее, скажем, нет, ну никак это сильно сказано, но существенно меньше их влияния было, чем могло бы быть. Не все вошли в тему, но тут по моему скромному мнению просто это роль государства. Оно должно рощерком пера сказать не больше стальки-то и закрыть эту тему. Лобби, огромное лобби. Хорошо, хорошо. Представьте себе просто людей, которые держат решения, ну ладно, ну хорошо, ладно. Держит, держит этот зал. Я хочу о школах поговорить, это было только по-моему. Ну хорошо, ладно, хорошо. Я не против, в общем. Я просто говорю, что, к сожалению... То, что вы нам рассказывали, что парикмахерские салоны... Ну, условно говоря, владельцы собачек, которые перегут собачек, обладают... Вот. Ну, тем не менее, когда перегрузят с больницы... Единственное, что еще, кстати, одно наблюдение, во всем плохом есть какая-то хорошая сторона. Если сейчас это идет очень сильно, то вынуждены будут более строгий карантин сделать осенью, да? А это возможно? В смысле, что значит более строй? Ну, там просто будет... У меня ограничения, которые нам... Полный карантин, скажем так. Да. Так подожди, я мыслю еще... Это была присказка. А сказка такая, что все боятся самого ужасного, что грипп и коронавирус сойдутся вместе, да? Да, да, да. А у меня другой тезис. Если есть вирус, который более агрессивен, чем грипп, и вы делаете карантин, чтобы этот вирус не разошелся, то и гриппа не будет, и будет намного меньше смертей от гриппа. Я... это... я не против этого тезиса, просто я не вижу, не вижу, что... Ну, вы чекаете? И общество движется к пониманию... Подожди, я не сказал, что будет, я сказал, если будет. Хорошо. Просто сейчас я где-то видел статью, что спор идет вот в этой второй, условно говоря, волне, которая начнется с осени, которая, собственно, по времени уже начинается, да, первый август, то есть, как бы, словно говоря, разделили от начала, от начала коронавируса до 31 июля, это первая волна по каким-то документам, там, НХ... Ну, хорошо. Как они называются? Она где-то действительно скажет. Так что? Вторая волна... Давайте я вам помогу. Сейчас оптимальный вариант, я повторяю. Вторая будет более опасна, потому что... Второй будет на 30% больше. На умерших. Умерших. На 30% больше. Это оптимально. Для Израиля я думаю, это будет в три раза больше. Ну, все, все зависит от общества. Еще раз, в Новой Зеландии в Южном полушарии прекрасненько свели к нулю. Причем, главный город полтора миллиона человек. Не такой уже маленький. Полтора раза больше, чем в Стокгольме. Я не вижу тут фатализма. Я наоборот вижу. Ну, как бы, я согласен, Аарон, что правильно говорить то, что вы говорите, что будет очень плохо. Чтобы люди взялись за ум. Но если бы люди взялись за ум, я еще раз... Послушайте, вы в сторону ушли до немножко парадоксального тезиса. Я хочу вас к нему снова вернуть. Если в период эпидемии гриппа, казалось бы, грипп вместе с коронавирусом это ужасно. Там многие будут гриппом болеть и будет ложным. Мой тезис, что гриппа не будет больше, чем коронавирус, а будет меньше. А можно ли посмотреть... Предположили, что это вирус, который менее агрессивно заражает, что вполне может показаться. А можно ли посмотреть статистику по гриппу, скажем, Японии... Они не вводят полный карантин, но они вводят масочный режим. Япония, условно говоря. И, наверное, Южная Корея. Можно ли посмотреть статистику смертности от гриппа? Нет, Ара, я вам еще раз... Я понял тезис. Обычный год вы не можете сравнивать. Обычный год школы работают. Вы что? Как говорится, это совершенно другие масштабы. Если страна сделала карантин против коронавируса, а коронавирус, допустим, более активный, чем вирус гриппа, допустим, если коронавируса будет, не знаю, 200 зараженных в день, условно скажем, хорошая страна, то гриппа тоже будет не больше 200 в день. Это простое математическое простое утверждение. Не надо знать истории. Это только из предположения, что вирус гриппа не более агрессивен, чем коронавирус. Ну, хорошо. Да? Да, удалось передавить. Ну, это, как сказано. Подумайте, если есть два вируса, один из них более агрессивный, и он достиг N единиц в день, совершенно понятно, что другой вирус достигнет меньшего количества. Может быть, и надо сейчас подумать, потому что я в общем вовсе не уверен, что это будет. А что нам даст этот тезис? То есть, что... Я понимаю, что если будет у нас коронавирусом, что если и что не будет, скажем так, спирали, что, так сказать, люди будут болеть и коронавирусом, и гриппом, и смертность возрастет за счет взаимодействия этих двух болезней, когда одновременно будет и то, и другое. Но количество зараженных гриппом не будет больше, чем количество зараженных коронавирусом. Ну да, если мы вводим там этот самый полный абсолютный коронавирус, то да. И, кстати, если предположить, что они независимо распространяются, то пересечение будет очень маленькое. Если, допустим, каждым из них заразится один процент населения, то одна десятитысячная будет иметь два. Это вполне хорошая ситуация. Ну, хорошо. Ну, я предлагаю оставить это для домашнего размышления, потому что вы, конечно, найдете какие-то подводные камни, но такая мысль в голову вдруг прислали неожиданно. Вот. Так что, а, ну да, значит, получается, кто-то из вас слышал объявление? Потому что уже сейчас, до 1 сентября совсем немного, уже официальный план есть, да? До какого возраста дети будут ходить в школу? я не знаю, я не понимаю. Я запутался, честно говоря, о всех этих прогнозах. Тогда я вам скажу то, что я слышал. Первые, то ли 3, то ли 4 класса. Будут ходить. Будут ходить, а остальные уже совершенно ясно сказали, что нет смысла ходить. А я бы, на самом деле, сказал бы даже, вот почему-то вот такое более серьезное утверждение не проходит. Надо сказать, если у вас есть младшие дети, и есть возможность оставить их дома, оставляйте. это было бы наиболее правильное сообщение населения. А уж кто там считает, что вот уже никак, хоть это и плохо, но по крайней мере меньше детей придет в школу. Но ничего не поделается. Это правильно, по-моему, на Украине, между прочим, так и было. В смысле, будет? Мне кажется, вот я пытаюсь вспомнить, мне кажется, кусочек весны еще. может кусочек весны еще так было. Мне говорили, что на Украине открывается, откроют в октябре, если я не ошибаюсь, но при этом строго разделят по маленьким группам и приготовят, проинструктируют учителей, чтобы дети из разных групп капсул не пересекались. Но надо спросить у жены, она больше в курсе. Ну, да. А кроме того, в Израиле вообще это прекрасная возможность. Вот то, между прочим, о чем я еще думал, когда свиной гриб был. Израилю сам Бог велел, даже почти в буквальном смысле. Ну, какой смысл открывать учебный год на пару недель, чтобы потом в праздники дети принесли заразить. да, да. Я это самым сейчас говорил, что это не имеет смысла никакого, что в сентябре не должно быть. Подтверждаю этот тезис Алекс про последние наши встречи. Да. Ну, вот. А я этот тезис беру еще в 2000... Подождите, восьмой или двенадцатый? В 2008. и даже пытался связаться с таким главным эпидемиологом, который сейчас... Гротто, Гротто. Даже я его телефон разыскал тогда. И он отвечал, что все-таки в Австралии там смертность оказалась низкая, что можно обойти. Вот. Так ну, и что? Академию Хана... А, что надо вслух сказать, допомнить, что Академия Хана это совершенно замечательная вещь. Это когда гениальный преподаватель выложил уроки по всей школе, по всей программе средней школы. И не только уроки, и домашние задания, автоматическую проверку. Если ученик не ответил, то ему дается дополнительный вопрос и рекомендуется, какой урок он еще должен посмотреть. чтобы он снова... Совершенно гениальная система. И она лучше. То, что Аарон сказал, я от других слышал, что на иврит оно не переведено, а просто в этой рамке на иврите люди делали делали свои уроки. Он преподаватель гениальный, и вот сейчас месяц остался. Вот если бы сейчас какая-то часть людей организовалась, можно было бы за август сделать несколько первых, первую неделю, две недели. Вот как раз этим детям вполне можно было бы и 1 сентября открыть. пилотный вариант, возможно. Даже не пилотный, если успеть перевести, то может как пилотный. Ну вот кто бы начал переводить? Я вот так. Хотя вот это самое, он не мог быть хотя вот у меня мальчик, но он говорит, что для него это слишком это самое. Там у него в школе намного лучше все. Подождите, он смотрел намного лучше, Академия Хана? Я ему говорил про Академию Хана и так далее. Так подождите, может оказаться, что он смотрел на иврите, это наиболее вероятно, что он на иврите смотрел. Ивритский вариант. Уроки самопальные, это не перевод тех отличных уроков, это кто-то делал просто воспользовался этой компьютерной рамкой и в нее положил свой салат в ту тарелку. А, понятно. И поэтому вашему сыну может не понравится. Может он посмотрит, а он по-английски нормально, да, или как? кто-то А вот это он или это кто-то другой? Что? Нет, это другой. Постарший. Это другой. Так он по-английски понимает? Да, по-старший, который уже закончен. А тот, кто помладен? Да, 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 вполне. Может, ну вот, смотри. Да, ну не, но все равно младше, тем не менее, может, 16 лет, поэтому ну и такой младше. Я не знаю, в какой системе он учится, то есть он нормально изучает английский, младше. А, ну вот, вообще, ваши дети, ваши дети это идеал, потому что вы нацените уроки по-английски. Так послушайте, Александр, так вы, наверное, еще относительно активный человек в англо-саксонском сообществе. А, кстати, может быть, действительно, я прошу прощения, какие-то сдвиги происходят в американском образовании? Ну, положительные сдвиги просто если происходит, так отнюдь не в лучшую сторону. Ну да. Хотя Академия Хана все-таки, знаете, там большой активизм на их веб-сайте. Чувствуется, что во время коронавируса они стараются расширить свое влияние. Ведь этот зум, вы понимаете, что зум он вынудит, а Аарон еще не было времени, только у Израиля затянутый учебный год на лето переходящий, потому что у нас осенние праздники, да? То есть у других стран еще не было времени это сделать. Вот сейчас, вот сейчас самое горячее время начинается, вот август и последующие сейчас начнется школьная революция. Может начаться, если длиться возможно. Сейчас в основном обсуждение в Америке не что будет со школами, а что будет с колледжем и университетом. Ну это само собой на зуме это потому что я объясню почему именно туда идет сдвиг, потому что ну как бы школы, они как бы финансируются ну по округам, то есть грубле собираются налоги и вот в округе это тратится. Ну там мне не хватает, могут быть там что-то подкидывать. Университеты колледжем там другая система, там значительная часть именно их доходов это то, что платят студенты. А студенты я прошу прощения. Надо просить ваших домашних интернет. Немножко освободить. Платить такие деньги за то, чтобы общаться по зуму. Точнее родители. Подождите, подождите. Тут я не знаю общаться или не общаться. По-моему по зуму вот мой опыт по крайней мере я просто счастлив и я надеюсь что студенты мои счастливы хотя они на меня немножко ворчат. Потому что им сложный экзамен вроде бы. Они говорят я им сложный экзамен сделал. По зуму можно абсолютно полноценно учить. Другое дело, что один профессор по зуму может и пятьсот студентов обучать и тогда другие станут безработными там те кто похуже. Но по зуму можно на пятерку обучать по зуму по зуму по зуму системе. Причем это еще мы не используем в зуме те возможности которые может давать интернет и визуализация всяких образов непосредственно если поколение действительно как нужна визуализация образов то есть как бы сейчас все-таки как правило зум это ну лекторская которая вынесена в интернет аудитория которая вынесена в интернет то есть интернет ведь сам по себе дает возможности очень большие и визуально визуализация то есть в том числе как это называется когда вы даете когда подвижное изображение не просто вы картинку показываете каждому и рисуете вы можете показать виртуальная виртуальная реакция я имею виртуальная реальность ну почти я не знаю можно не одевать шлем виртуальной реальности но можно делать картинки веселее сопровождение и всего прочего можно ставить образы которые пробуждают можно ставить шутки которые пробуждают я как бы перечисляю все достаточно банальные педагогические прием говорится что там важно зацепить эмоцию при преподавании это увеличивает восприятие важно зацепить очень 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 хорошо что я не помню этот эксперимент который проводился с детьми когда им давали условно говоря что-то смешное показывали а потом рассказывали а потом ну и показывали а потом давали какой-то материал и количество понявших возрастало чуть ли не не на порядок ну да и да и с другой стороны есть определенный баланс вы знаете вот где-то лет 10 даже больше назад стало возникать много обучающих таких инструментов даже не инструментов а комплексов в интернете по определенным темам школьной программы и так далее и я очень этим интересовался я видел что и в Израиле какая-то фирма возникла и вот такие они красивые с помощью графики а потом пришел товарищ Хан у меня к сожалению его имя выпадает со времен и просто писал ручкой на черном фоне и он самый популярный он самый популярный нет я просто говорю что те кто жалуется на недостаток недостатки минусы интернет образования то есть они считают что через какое-то время ситуация вернется то есть они борются собственно за это чтобы ситуация вернулась к обычной школе это не так хорошо насколько я понимаю вы знаете арон есть период есть период адаптации и он все-таки занимает какое-то количество месяцев в большой массы людей кто-то может перед других идти немножко раньше а у основной массы идет период адаптации тут у меня чисто технически я должен иногда вот значит я вам скажу такую простую вещь у меня аудитория я вам уже рассказывал аудитория около ста человек большинство профессоров к сожалению не открывает микрофон студентам боятся что выйдет из-под контроля ситуация а я обнаружил ровно обратное что в группе из ста человек обычно активно там не знаю грубо говоря пять человек остальные слушают и ты с этими пятью людьми ведешь разговор как будто как будто в телевизионной студии гости в студии идет полноценный урок остальные слушают тоже как будто у тех кто из оставшихся девяносто пяти они тоже у них нет ощущения что девяносто пять у них есть ощущение что он шестой что он шестой просто они себе болтают он тоже сидит с удовольствием слушают исключительно хорошая атмосфера возникает хорошо очень хорошо очень рад очень очень позитивно спасибо за позитивную информацию я в этом деле единственное что вот в самом деле если бы мы могли в августе вот придумать как в августе я не зря Александр сказал что он еще активен скорее всего активен в англосаксонске да это называется англосаксонские страны да может среди них и найдутся волонтеры которые академию Хана там любят вот я не понимаю как этот процесс не не знаю не знаю я я я а о вы знаете может быть Илья Дворкин он в области образования Илья Дворкин проводит сейчас летний летний лагерь который уже концу именно в области образования да ну конечно ой если дать туда эту идею наверное уже поздно но все равно он может все Александр это нам втроем такой завершающий давайте на него вместе накинемся предлагаю да 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 давайте даже втроем на него накинемся нет я сейчас как бы с ним общаюсь ну то есть последние дни естественно не общался но я с ним уже восстановил контакт просто мы по техническим причинам давно не общались не из-за того что очень здорово потому что он находится в центре большого педагогического сообщества он же в Ярусалиме и в Ленинграде Петербурге организовал семинар международный и туда очень серьезно уважаемые люди приходили я очень на одну секунду вот хорошо так понимаете август очень горячий месяц август очень горячий месяц если использовать август если использовать август то может сентябрю у людей бы появились эти уроки и кто-то захотел бы их использовать просто с самого начала на иврите вы имеете ввиду мы говорим сейчас на иврите по-русски потому что как раз он объединяет дворкин два сообщества он объединяет два сообщества то есть это могло бы встреча иврита говорящего и русского потому что в русскоговорящем сообществе еще много учителей которые говорят по-русски но преподают в Израиле и тема Мафета тут естественно вдруг возвращается опять кстати то что я посмотрел про Мафет мне не очень понравилось но визуально я попробую завтра с кем-нибудь поговорить отзывы я посмотрел не русскоязычных а что это такое подождите мы же не знаем вы говорите слово мы знаем что есть система школы они что-то что сделали для дистанционного в них есть так называемые вечерние курсы удаленные да ну собственно пока все что я могу сказать и что вам удалось их подсмотреть или знаете отзывы от кого-то кто-то я посмотрел отзывы я посмотрел я посмотрел отзывы сами сами уроки я постараюсь завтра поговорить если в записи есть уроки очень интересно да да я попробую и может быть они бы захотели вот может если бы они захотели потому что академия хана это прекрасный базис там же просто один отличный учителя остальные вокруг этого могут как бы делать ну может есть еще в самом мофете скорее всего есть какое-то количество ярких учителей другой масштаб очень яркий учитель доступен всем ученикам я не знаю не знаю там есть один если не ошибаюсь был один яркий учитель не помню как его звали хотя по-моему здесь у нас в Геватране преподавал в Ортовской школе это все что я могу пока сказать давайте отложим на следующую встречу да это на следующую мы кстати просто вопрос значит на эту тему мы исключительно образовали потому что в прошлый раз мы как раз с Ааром пытались обсуждать именно экономически экономически за михай удалось просмотреть то что мы говорили по-моему Ааром мне прислал не вашу встречу я я просто ошибся и видимо прислал не ну можете поскольку вы уже проговорили у вас это сформировалось может как раз это было бы и здорово чтобы если бы сейчас уже в более созревшем виде опять выразили то о чем вы говорили может быть какой-нибудь второй второй этот самый чуть-чуть коротенький второй проход бы сделать что что какая основная мысль была ну тут я скажу что основная мысль основная это именно какие действия как это как отражается какие именно отрасли какие именно отрасли экономики в наиболее степени подвержены вот проблем связанным с разрушением с карантином в какой степени и каких отраслях условно и и что и что-то конструктивное так грубо мы конструктивное есть там ну вот мы пытались мы пытались посмотреть какие отрасли и где переживают именно отрасли экономики переживает спад и возникла мысль что может быть имеет смысл разделять выделять точнее в экономике сектора которые связаны с бюджетом я это называл метрополитен как это называлось метрополитен метрополитен статистика gross products да это то есть я имел ввиду что то что связано навязано напрямую с бюджетным средствами с федеральным бюджетом вы имеете ввиду которые поставляют средства в бюджет или получают из бюджета я плохо понял которые пользуются бюджетом пользуются бюджетом это это связано почему там речь идет вот не важно я не хочу в сторону наоборот я хочу вас вернуть к какой-то одной главной миссии может какой-нибудь маленький примерчик или пожалуйста чего можно хорошего сделать да условия да довольно интересная мысль возникла по поводу обсуждения с Александром что когда там говорили что говорят сейчас что в связи с карантином возрастает количество случаев домашнего насилия всего прочих да то есть негативно это известно просто это некорректное сравнение потому что сумма бюджет времени количество то время которое люди проводят дома оно возрастает в связи с карантином и количество случаев насилия возрастает не из-за карантина а из-за увеличения времени понятно и как можно и как можно у вас какие-то мысли были как этому помочь или просто как более справедливо пересчитать нет ну во-первых справедливо пересчитать во-вторых то что я говорил говорил в одном из то что люди нужно в условиях карантина сдаваемые за недорогую цену на месте неработающих офисов пространство для людей для можно для семей для семей то есть ну понятно можно организовать условно говоря двухчасовой сеанс не в кино а человек может погулять в каком-то подобии леса визуально интерактивно послушать пение птиц или подраться с кем-нибудь или походить сделать какие-то физические упражнения или посидеть что тоже понятно ну то есть вот как называется я опять забыл как называется это фирма которая предоставляет рабочее место как типа таймшеринга на время фрилансера да такие же места делать для людей чтобы вы я не по-моему так что-то в этом духе фрилансеры грубо говоря там принтер стоит кофе дают нет принтер там стоит один на этаже условно принтер условно он как бы соблюет что-то общее там вай-фай мощный стоит и можно действительно пойти попить кофе ну я знаю я знаю люди хаб там слово хаб по-моему используется какой-то там хаб да-да ну в общем типа ну да такие места для разряда университета великолепный вот этот мультфильм Масяня да вы знаете этот легендарный сериал ну да так они вы видели они сделали серию по карантину нет о это просто гениально во-первых она служит целям разрядки во-вторых там оказывается как он с женой уже ходили мимо друг друга все время и так опять это ты а потом она сделала такой жест что на кораблях было принято если кто-то вошел в конфликт с командой то что делали жалко человека выбрасывать в море так его сажали в шлюпку и привязывали на длинной веревке он мог сидеть один что привязывали а что привязывали привязывали шлюпку к кораблю и вот привязывали к кораблю на длинной веревке он как бы ничего плохого не мешал уже другим людям и другие люди ему не мешают и жена говорит вот говорит это хорошая обычная придумала что мы так отдельную комнату должны выделить и говорит вот 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 уже у нас есть оборудованная комната говорит чур я первая и убежала да да ну да понятно его всем надо смотреть я кстати его не видел Масяня если в Масяне карантин ведете я уверен что он гугл его вам показывает вот ну хорошо то есть это такую идею вы обсуждали или еще были какие-то интересные нет идея была все-таки в том чтобы для то есть мне я как бы запомнил что то есть мне кажется важным Алекс давал несколько диаграмм о том как развивалась по секторам то есть какое падение происходит по секторам по-моему в Штатах в Штатах в Штатах в Германии если я не помню или я в Германии посмотрел уже независимо вы имеете в виду в Германии это данные по Штатам это Альфа я помню это данные по Штатам я сейчас постараюсь это вытащить сейчас минуту но 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 это приводит к нам вот удивительным образом ведь это могло бы без разрушительных а наоборот с позитивными с позитивной стороны привести к к расцвету левой идеологии в хорошем смысле этого слова потому что вот эта идея что общество может хорошо жить не увеличивая производство это их как бы одна из центральных идей да и тут производственный спад вот видите Михаил да я вижу пришло много информации да и что вы комментируете потому что такие люди а понятно это насколько эффект эффект вот скажем да точнее эффект карантина в общем-то а не вируса эффект карантина по по индустрии то есть первое это первая диаграмма это то есть занятость ага и что по си по си по си икс это называется блок экспозиции то есть в какой степени люди то есть в какой степени люди используют это должны взаимодействовать друг с другом то есть кто не может работать удаленно вот второе это на бирже как влиять на биржу так стрелки стрелки это означает просто показывает на точке это не направление я понял вот значит это это вот первое это годовое второе это второй квартал вот это си это второй квартал здесь третий квартал и это четвертый квартал а дальше g это вообще полные доходы по отраслям на 2022 год вот кстати все долгосрочно поскольку тут вроде как предсказание что у нас 4-5 лет в общем понадобится чтобы возвратиться к тому уровню который был в прошлом году ну да будут прививки дай бог чтобы все все хорошо не нет и не только прививки когда даже все это там успокоится то есть возвращение к этому это вот кстати кто-нибудь знает какая ситуация с вакциной я то есть что-то новое мне потому что я активные слухи стали ходить что через два месяца будут готовы осенью уже хочет массовую вакцинацию сделать ну это понимаем чем делать я уже я перестал честно могу сказать я перестал особо обращать внимание потому что вы знаете я помню когда вот со спидом каждые три месяца говорили что вот создали что-то такое новую вакцину там какая-то там какой-то прорыв потом потихоньку про это забывалось и потом опять начиналось этот цикл вот когда создадут а будет опробовать произведут запустят и так сказать сделают текст тогда можно что-то говорить а дальше в общем-то это когда люди выдают желаемое действительно ну это как психологии ну то есть ничего нового нет я просто хотел ну там все время ну если это хорошо хорошая мы трое на данную секунду можем не не смочь подвести итог нового меня волнует другой ведь общество богатое общество сейчас намного богаче чем было там 50 лет назад или больше нельзя как-то так устроить чтобы люди были счастливы даже если объемы производства не вернутся во-первых вы знаете наверное можно поскольку грубо говоря не в деньгах счастье но это смотрите ну вы хотите что-то сказать я я просто хочу запомнить еще одну тему вот эта раздача денег которая началась в Израиле всем на самом деле это подготовка к гарантированному психологическая подготовка к тому чтобы люди поняли что может быть гарантированно следующий шаг надо будет сказать так вот мы всем раздали а теперь вы же понимаете денег не хватает но вот те кому не нужно ну заплатите в налоге немножко больше ну хоть чтобы та сумма вернулась что вы получили для начала как второй я могу сказать в Англии уже которая кстати в очень во многом параллельно Израилю идет меры которые принимают в экономической области и так далее там сейчас создаются голоса о том чтобы вообще неплохо вывести налог на на активы скажем так и уже говорят по поводу налога на наследство вот к чему мы делаем а что такое активы это просто сбережение это все что у человека есть это все что у человека активы это все что у человека есть да я понял ну видимо может да есть ликвидные активы есть неликвидные но вообще налог на богатство ну да он не должен быть он кстати может быть довольно маленький он может там быть может одного процента хватит а в Англии я думаю в Англии не было ради налога на богатство на богатство нет ну а где-то же где-то же был нет я понял что нет во-первых он есть в мусульманских странах вот это закат так называемый закат это не налог на доходы это налог на общие активы на богатство Александр нам рассказывал да и это по-моему это 2,5% 2,5% это не нашего дохода а того все что у вас есть включает там недвижимость и так далее ну да вот а его это это отдельная история много типических вещей возникает потому что человек с маленькими текущими доходами может жить в своей квартире допустим которая очень дорого стоит да и тогда вот это ситуация которая на Германии например когда то что человек снимает квартиру когда ему обходится очень дешево и большую часть своих доходов он так сказать живет в свое удовольствие актив а реальный актив у него не так много а с другой стороны человек может быть пенсионного возраста даже он скромный он не заработал большую пенсию но его квартира в которой он живет она очень дорогая в Иерусалиме допустим сплошь и рядом эта ситуация да ну да и тогда что придется ему сказать что у тебя нет денег платить на налоги тогда государство становится постепенно совладельцем твоей квартиры и когда ты ее будешь продавать или передавать наследникам такой-то процент должен будет передан государству сделать позвольте маленькое замечание может быть когда-то вы отвергли частичная национализация мелких бизнесов чтобы они не страдали частичная национализация можно производить ну не только нет на самом деле можно производить ваучеры условно говоря то есть выпускается на какой-то мелкий бизнес 100 ваучеров 100 шекелей ваучеров которые выходят у которых есть две во-первых государство забирает их каждый год или каждый какой-то налоговый период их можно то есть подождите нет это подарок который государство дает дает владельцы бизнеса из этих она оценивает его вот такой суммы 100 1000 шекелей условно он из этой суммы может расплачивать налоги часть это надо посмотреть а часть он может продавать тогда владельцы недвижимости владельцы богатства владельцы имущества могут этими ваучерами я условно их называю ваучерами потому что есть советский советско-российский и тогда эти ваучеры котируются они покупаются с дисконтом естественно и заплате выплачивается государство то есть таким образом у нас замкнутая переработка этих ваучерами ну а как это связано с налогом еще раз налогом на имущество это связано с тем человек допустим живет в Иерусалиме квартире которая стоит 2 миллиона шекелей положим на него в самом плохом случае на эти 2 миллиона шекелей на него идет налог да государство он говорит мне я не могу у меня нет денег тогда государство говорит тогда я буду быть твоим нет а это как раз неотчуждаемость имущества он тогда свои деньги личные деньги вкладывает покупая с дисконтом эти ваучеры которые он расплачивает то есть он платит в итоге не 2 тысячи шекелей а с дисконтом 50 он платит тысячу шекелей тысяча шекелей у владельца 2 миллиона квартиры должна быть нет в том то и дело это может быть совершенно бедный человек квартиры эти стоили довольно недорого там 20 лет назад или 30 или 40 лет назад не знаю почему 70-е годы там есть рынок очень неважный можно я сейчас скажу один момент сегодня бедных людей в Иерусалиме которые живут в своей трехкомнатной квартире да очень много пожилые люди у которых дети разъехались да они живут в трехкомнатной квартире а доход у них совершенно маленький и среди религиозных такие есть в общем можно на самом деле можно посмотреть что происходит в Америке в Америке уже сейчас выплаты налогов налоги на недвижимость то есть которые это забирают местные налоги они превышают все выплаты по ипотеке то есть Машканта общая сумма выплат налоги это не городской налог да или это как городской налог это это городской это Машканта потому что это немножко другая категория я бы не-не-нет это налог местный налог местные органы власти именно налог на недвижимость на недвижимость те кто проживает в данном районе кто владелец этого этих домов общий это финансируется например образование и так далее большая часть местных расходов финансируется таким образом общая сумма которая собирается за счет этих налогов превышает ту сумму которая плачевается по ипотеке Александр я вас полностью понял вы повторили то что я уже понял у меня вопрос в Израиле Машканта все-таки довольно близка к этой категории я ошибаюсь это нет имеется в том что в Израиле соответствующий наук это Арнона то есть грубо говоря я говорился я говорился извините конечно Арнона про Арнона рассказал Арнона конечно Арнона но правда она идет просто с площади но будем говорить что площадь она примерно соответствует цене говорить об одном и том же районе ну да то есть она может быть но если она будет большой то ну никуда не деться тому кто владеет очень дорогой собственностью но у него нет доходов ой вы знаете все-таки мы играем с огнем да с очень сильным огнем да вот сделать такие вещи но путь такой который не всколыхнет население это да как эти говорят вот хлеб на дотации давайте по справедливости уменьшим дотацию вдруг революция началась это про что вы сейчас говорили про уменьшение если вот взять налог на который платят особенно люди умеренного дохода или небольшого дохода то это путь к революции да если его ну в общем да в общем да и и и вот что что получается их придется исключить да те кто обладает большой собственностью но не имеют текущих доходов очень 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 слабо по-видимому что происходит в Америке могу сказать люди люди должны люди продают квартиры и подъезжают более дешевый район да но это видно постепенно происходит вы не хотите сказать что этот налог вот сейчас сильно возрос в последние месяцы Америка все-таки при всем при том американская модель социального поведения вообще она немножко особенно ну мне кажется для американцев нету я не знаю в Израиле все-таки не так мне кажется мне кажется нет в Израиле конечно не так в Америке особенность например что то что люди то что выплачивают по ипотеке мошканту вот эти суммы они с них не берутся налоги с них как бы списываются Александр может хотя бы временно остановим шеринг потом вы вернетесь ой да 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 мы видели друг друга да 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 это у меня перескочило на другое сейчас минуту да 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 а что это за такое интересное или давайте а это вот что вы давали ну ладно это я выдавал это самое да тема с Америкой действительно она очень важная потому что американцы на самом деле очень много платят ну только это называется не налогами а другими словами там где-нибудь в Швеции ну это неважно кажется называется но за факт платит за образование и за медицину большие деньги да но в сумме с него берется не меньше чем с шведа на эти же цели а это действительно так Алекс что выплаты вот на ну на страхование я понимаю кстати на мой взгляд они сильно судя потому что мне говорили разные люди что они сильно переоценены услуги медицинских страховых компаний они нет они не они очень сильно переоценены они очень сильно переоценены сейчас приближается грубо говоря на медицину вытрачивается 20% продукта да примерно в 2 больше чем в 2 раза чем в Израиле так это Александр это судьба богатой страны вот если страна богатая да им у них на еду меньше уходит в проценте да на что по-вашему они должны тратить свои деньги в сумме получится 100% я могу объяснить дело в том что результаты отнюдь не соответствуют затратам это другое дело но все таки есть ключевая подождите я хочу сначала поговорить и то же самое с образованием богатой с образованием не совсем я могу объяснить в чем дело в Америке дело в том что Америку в принципе об этом не очень принято говорить но в обменке в принципе у нее своеобразный разовый состав и если брать например скажем так белых американцев и сравнить их с населением Европы белых американцы будут лучше чем кто бы то ни было если брать из Азии взятых которые живут равнее с результатами по Азии они будут опять таки выше если брать черное население Америки по Африке или по Карину тоже будут выше но в итоге поскольку у них такая смесь берется опять таки средняя ну в данном случае средняя это мы говорили средняя температура по больнице понимаете у них разные разные пропорции населения но для каждой группы результаты по Америке вообще говоря выше лучше лучше чем для этой группы в Америке я хотел бы вернуться к вопросу который вы отмели если у человека на еду и одежду уходит меньше денег давайте отвлечемся от качества на что у него должны уйти оставшиеся деньги могу сказать значит что что в этом случае на более престижную машину ну нет вы говорите на что уходит вы не говорите что это правильно а на что бы по вашему я не говорю что правильно а на что уходит нет я же другой вопрос вы как бы пытаетесь критиковать а я вас спрашиваю а вот если правильная хорошая страна и у них мало ушло на одежду и на еду по вашему в хорошей стране в стране прекрасного будущего на что должны уйти оставшиеся деньги ну скажем так на самореализацию ну нет конкретно самосовершенствование то есть соответственно связанные образование просто чисто образование о видите опять мы вернемся к тому что было мы будем обсуждать качество отдельно на статье расхода вот они и будут образование медицина и хорошее жилье да если у человека мало ушло на одежду и еду у него больше уйдет на образование медицина и жилье да ну все от чего ушли к тому вернулись другое дело надо обсуждать как сделать чтобы они были хороши ну это да это это конечно можно обсуждать вот и ну понимаете я боюсь что сейчас мы за это время там за 20 муд мы это так сказать не выдадим полную это самое картину как нужно хороший вопрос браво 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 прекрасный вопрос в смысле хорошая постановка проблемы и кстати если если можно просто я не понимаю куда у меня делось мое изображение я случайно кликнул свое изображение я себя я себя не важно не важно если вы видите это хорошо вы хорошо выглядите у вас даже загар на лице вид, что вы гуляете я хотел просто вернуться если можно завершая к теме которую обсуждали пиетизм да германское образование и ваше то, что вы сказали что о том что качество сирот сирот ну тех кто стали материалом для первых педагогических экспериментов оно изменилось в результате 30-летней войны так же примерно как качество сирот во время гражданской войны ну то есть тех кто стал воспитанником я просто подумал я постараюсь конечно какие-то подтверждения насколько это возможно но возможно вы правы наверное наверное да то есть как бы вот если брать среднее качество словно говоря да понятно что сирот которые тех кто попадал абитуриентов так сказать сиротских домов тех из кого набирал своих учеников Макаренко и все прочее оно действительно стало отличаться разительно от того что было обычно для России ну для страны не прошедшими периодами кстати совершенно непонятно почему не произошло этого в результате вот этого слома перестройки 90-х годов тоже как бы должны уехали резко а уехали ну может может скорее дело в том что в более мирное время как мы читаем там у Льва Толстого других классиков если ребенок лишался родителям он воспитывался у ближайших родственников и был как член семьи да там в семействе Ростовых кто там был но это было довольно-таки богатая дворянская семья ну это это видно было принято и у других вряд ли дворяне это приютский дом если а и даже вы можете взять другой сейчас мой любимый пример это Илья Ильич потому что мы сейчас гвардии Ильича обломов да когда он умер это его ребенка взял на попечение его друг этот Штольц Штольц да Штольц взял его ребенка на это было понятно что не отдавали отдать детский дом близкого рода нет это принято а вот представьте себе эпоху когда массовая гибель не дай бог это уже совершенно другая ситуация там может ну да это да то есть нет это везде было я понимаю что в крестьянских семьях тоже если кто-то там лишался сирот тоже брали в общем-то родственники ну да а в годы бедствий они вот а в годы бедствий извиняюсь своих кормить нечем ну да и они попадали в первую очередь все-таки я говорю о привилегированности ну да вы наверное правы и так ну хорошо продвинулись в нескольких в нескольких темах вот так что образование нам надо с Дворкиным попытаться да если можно спросить может быть это сократит дорогу Александр самый давний близкий знакомый ну да мы еще знакомы дорогу может быть он что-то скажет может быть он вынесет вердикт сейчас очень горячее обратите внимание что сейчас очень горячее время если этот август месяц этим зарядить вот вы знаете когда в технионе начались по зуму буквально за несколько недель люди узнают что будет семестр по зуму начали активно снимать мои ассистенты начали снимать видеоуроки успели снять первых несколько видеоуроков а дальше оно уже идет уже по цепочке дальше самое главное чтобы было чем заполнить первые там две-три недели скажем дальше люди входят во вкус и это уже легко продолжать требует напряжения стрелка переключена на нужное направление поэтому можно концентрироваться меня смущает немножко консерватизм причем это мягкая формуляровка пусть будет консерватизм кто-то первым начнет не должны все начать массу пусть будут пусть в Мафете может найдутся действительно у Дворкина у него прекрасный круг у него и активисты преподавания и в Израиле и в России такие продвинутые у него же была эта конференция несколько месяцев назад высочайшего уровня по педагогии давайте тогда с ним подойдем хорошо или как вы хотите по идее надо взять позвонить ему у